Здравствуйте, товарищи зрители! Сегодня видео для тех, кто любит шоколад и какао. Хочу уверить вас в том, что эта информация необходима каждому. Слушайте внимательно. Несмотря на то, что мы производим и продаем шоколад, более 50 номинований, хотя и органический, и живой, то есть сыроедный, без термообработки, и без синтетического сахара, и без всякой прочей химии, я скажу то, что мне, как предпринимателю, говорить вовсе не с руки, не выгодно. Никто это вам не скажет, хотя я много раз пояснял это в своих видео, но вот решил отдельно и подробно вам рассказать. И все, кто меня знают, не удивятся, так как понимают, что для меня главная истина, а не прибыль. Потому слушайте внимательно, что я вам сейчас поясню про вред и пользу шоколада и какао-бобов. И тогда только примите для себя решение уже со знанием дела. То есть есть или не есть шоколад, и если есть, то какой? И сколько? И еще прошу, после просмотра этого видео, перешлите ссылку на это видео всем своим знакомым, близким, коллегам, кто вам не безразличен, не поленитесь. Какао-бобы добываются из растения какао, растет оно в тропиках, созревшие плоды ферментируют, жарят, перерабатывают, измельчая, для производства шоколада. Ну и добавляют, конечно, сахар, может быть, сухое молоко и тому подобное, смотря какой будет шоколад. В общем, разные добавки. Чтобы вы знали, какао-бобы это один из самых дорогих, растущих в цене продуктов и товаров даже, можно сказать, в мире. Продают его, как золото и нефть, на биржах. Только за последние два года бобы дорожали более 20 раз. Не в 20 раз, а 20 раз увеличивали цену, но весьма прилично тоже. А в этой связи подумайте, во-первых, может ли натуральный шоколад быть дешевым, а во-вторых, за последние два года подорожал шоколад, ну, хотя бы раза в три. Если нет, то вот и подумайте, из чего он сделан. Из какао-бобов и какой там его реальный процент. Что бы там производитель не писал, думайте своей головой. Что ж, у шоколада есть и польза, и вред, и это все объективно. И я считаю, вы должны это знать. Итак, сначала я расскажу про вред, потом про пользу. Вредных свойств у шоколада и какао-бобов основных четыре. Это содержание в шоколаде сахара, калорий, трансжиров, ну и прочих вредных добавок. А также процесс жарки какао-бобов. Все по порядку. В шоколаде много калорий, как ни крути. В 100 граммах около 550, в среднем килокалорий. И если есть шоколад каждый день, это приличная прибавка к жиру вашему. Конечно, если есть 30-50 грамм в день, а это по хорошему максимуму, что можно есть, даже самого лучшего шоколада. То при высокой, конечно, физической активности в плане калорий проблем здесь не будет. Конечно же, в шоколаде есть сахар, даже в темном, если он не 100% и там прямо четко написано, что ноль сахара. А сахара и так везде полно сладкого, то есть глюкозы, фруктозы и люди едят много. И это огромная проблема, особенно для тех, кто любит шоколад, потому что тогда человек получает сахар еще и из него. Ну а сахар, даже натуральный, приводит к чему? К инсулинорезистентности, к метаболическому синдрому, преддиабету и диабету второго типа. Постепенно так это происходит. Как конкретно я рассказывал во многих своих видео. Посмотрите хотя бы одно, которое называется инсулинорезистентность. Я оставлю ссылки на все, о чем я говорю вам под этим видео. И, конечно, от шоколада сладкого и зубы портятся. Но тут я хочу подчеркнуть, это, конечно, у тех в первую очередь, кто не чистит зубы после еды или хотя бы не прополаскивает. Но, конечно, по большей степени порча зубов происходит именно через кровь, а не снаружнего, внешнего воздействия. А больше через кровь, в которой увеличен сахар. Посмотрите об этом мое соответствующее видео. Теперь про жарку какао-бобов. Дело в том, что, как и при жарке зерен кофе, жарка какао-бобов дает вещество акриламид. Это мощнейший канцероген. И он даже приводит к раку. Это, имейте в виду, это аксиома, это истина. Но есть технология, есть без жарки. Вот мы именно ее применяем. Это совсем другое оборудование. Это гораздо сложнее и дороже. Поэтому индустрия мировая, все, что в магазинах продается, это жареные какао-бобы, имейте это в виду. Следующая проблема. Дешевый шоколад часто, да почти всегда, это недорогое масло какао, ну, которое используется в шоколаде. А дешевое, рафинированное пальмовое масло, а это трансжиры. О пальмовом масле у меня уже было видео, посмотрите потом. Знаете, шоколад должен таять в руках, причем очень быстро. Это обязательно, но если и тает, то это совсем не значит, что шоколад качественный, тем более безопасный. Если он размягчается в руках, но не тает, это ужас, это гарантия того, что в шоколаде есть трансжиры. А это прямой путь к раку, гарантированный. Вопрос только времени. А как вы думаете, тот самый шоколад из всяких пятерочек и прочих магазинов, миллионами тонн, которые производятся, как вы думаете, там есть натуральные какао-бобы? Много ли там его? Ну, юридически они обязаны сколько-то добавить, иначе засудят. А вот вопрос количества его там, это вам никто не расскажет. А трансжиры там есть? Ну, вот если плитка шоколада стоит там 100 рублей или дешевле, как вы думаете, даже малюсенькая, вы что, думаете, там не трансжиры, не пальмовое масло? Ну, не смешите. И не глумитесь над разумом. Конечно, трансжиры там и есть. Я уже не говорю про какие-то особые добавки, которые только производитель знает. Ну, чтобы подсадить человека на его продукт. А такое творят, ну, практически все крупные производители. Помните извечное истинное определение Маркса про прибыль? Ну, и про капитализм. Это только я один такой дурак, который отговариваю покупать шоколад даже мой. Кстати, на что теряю колоссальные деньги каждый месяц? Ну, то есть недополучаю потенциальные обороты и прибыль, соответственно. Еще одна проблема, и она в основном характерна для женщин. Пост-менопауза. Тогда у тех, кто налегает на шоколад, быстрее развивается остеопороз. Но проблем не будет, если принимать витамин D3, витамин К2, о которых у меня были в видео. И, конечно, есть достаточное количество зелени. Тогда остеопороз не грозит и развиваться не будет. У некоторых женщин шоколад также провоцирует мигрень. Но это индивидуально. Еще одна проблема. В шоколаде много кадмия. То есть это такое свойство растения. Оно накапливает в себе кадмий. Конечно, если в почве он есть. Как правило, есть. Потому что он находится в минимальных количествах. А какао его концентрирует. Его такова природа. То есть он есть. Не во всех сортах много его. Но в основном. Потому что я советую периодически выводить тяжелые металлы из организма. Это касается не только тех, кто ест шоколад. Это вообще мой совет всем людям. Потому что, ну, все мы так или иначе из той или иной пищи нахватаем с тяжелых металлов. И даже ради нуклидов. И есть такая программа. Об этом у меня было отдельное видео снято. Я вам оставлю ссылку на него. Там методика сказана. А также в шоколаде и в какао высокое содержание оксалатов. И, если есть предрасположенность к мочекаменной болезни. К образованию камней в почках. То таким людям шоколад есть не стоит. Правда, хочу сказать про оксалаты следующее. Это речь идет про шоколад. Который прошел термообработку. То есть, когда какао-бобы жарились. И еще потом расплавлялся. И горячий шоколад выше 90 градусов заливался там в формы. То есть, двойная прожарка по сути-то идет. Вот тогда мы говорим о оксалатах. Это так же, как шпинат-щавель с щавелевой кислотой. Когда вы суп едите и варите, жарите. Огромный вред. Но когда сырой вы едите, щавель и шпинат. И прочие продукты, содержащие щавелевую кислоту. Никаких проблем не будет с оксалатами. Никаких. Там только речь идет про термообработку. Жаль, что мало кто это понимает. Об этом у меня тоже видео выходило. Вообще, дорогие товарищи, смотрите мои видео. Вы сохраните свое здоровье. И еще одна большая беда. Проблема. Всегда и без исключений. Огромные плантации, на которых 99% какао-бобов добывается, выращивается, обрабатывают глифосатом и другими химикатами. От разных вредителей. От прочих проблем. Ну, чтобы вырастить как можно больше прогнозируемого такого дорогого продукта. И будьте уверены, это все проникает по всем цепочкам в конечный пищевой продукт, то есть в шоколад. И помните еще одну очень важную вещь. Что весь промышленный шоколад, это не только транжиры, то, что я там перечислял, дешевый, да? А это весь на 100% шоколад из жареных какао-бобов. А жареные какао-бобы это акриламид и другие очень серьезные канцерогены. Кстати, и кто про кофе моё видео не смотрел, посмотрите. Ну, как говорится, предупрежден, вооружен. А вам решать вашу жизнь, ваше право. Поэтому, мой совет, покупайте шоколад без сахара вообще в идеале. И только органический био, чтобы не было никаких химикатов в нем. Если, конечно, вам здоровье ваше дорого и ваших детей тем более. Я тут должен сказать, и пусть это будет рекламой кто-то посчитает. Хотя я уже многое сказал в противовес своей выгоде. Тем не менее, я скажу, что в нашем шоколаде используется только органическое сырье, био-какао-бобы. Без всяких химических обработок. Кстати, есть у нас чистый какао-порошок, который можно просто приобретать и, ну, делать что угодно из него. Ссылку я вам оставлю под этим видео и на шоколад наш, и на какао-бобы. А теперь о пользе. Шоколад и какао-бобы как минимум полезны семью пунктами. Своими антиоксидантами, пользой для сердца и снижения повышенного давления, снижением плохого холестерина, снижением стрессов, улучшением памяти, поднятием сил и работоспособности. И немалой пользой беременным. И это еще не все. А теперь подробнее. В какао-бобах есть полифенолы. Они обладают сильной антиоксидантной активностью. Они связывают свободные радикалы, которые разрушают наш организм. И это хорошо. Хотя гораздо больше полифенолов, ради справедливости, находится в зелени. В шоколаде почти нет кофеина. Это хорошо. Но есть и обрамин, который тоже является стимулятором. Поэтому, если съели вы шоколад вечером или перед сном, то заснуть некоторым людям будет трудно. Не стоит этого делать. А какао-бобы и, конечно, шоколад из него очень полезны для сердца. Они снижают повышенное кровяное давление. Из-за высокого содержания магния. Шоколад вообще богат и железом, и калием, и медью, фосфором, и цинком. И это очень хорошо. Но помните, содержание минералов зависит от почв, на которых выращены данные какао-бобы. Есть ли в этих почвах данные все минералы? А ведь это не факт. Промышленные плантации давно истощены по многим минералам. И потому эта польза лишь теоретическая. А вот наши поставки какао-бобов идут с земель высших категорий, можно сказать, с диких плантаций. Не совсем фермерских. И в мировом обороте такое какао от общего оборота составляет всего 0,1%. Какао и шоколад из него снижают риск болезни сердца. Сокращает инфаркты, по определенным данным, до 30%. И инсультов до 20%. Но, конечно, там есть и другие влияния. Иные факторы. Однозначно какао и шоколад повышают хороший холестерин, ЛПВП. И снижают плохой холестерин, ЛПНП. Особенно снижают окисленные, страшные липопротеины низкой плотности. И это очень хорошо. Какао и шоколад снижают уровень кортизола и адреналина. А это гормоны стресса. И это прекрасно. Вот почему люди употребляют шоколад при стрессе. Многие чувствуют это. Шоколад в этой связи еще поднимает настроение и выводит человека из депрессии. А также улучшают умственные способности. Это тоже доказанный факт. Но, во-первых, потому что они улучшают кровообращение. Хотя бы поэтому. Какао и шоколад тормозят развитие деменции и Альцгеймера. Они снижают риск некоторых видов рака. В первую очередь из-за своих антиоксидантов. И, во вторую очередь, из-за минерала селена. Очень сильного антиоксиданта. Но на это способны только дикие плоды. Потому что в симбиозе, ну, грубо говоря, джунглей. Когда вокруг сотни и тысячи видов растений. И естественный оборот минералов. А не тогда, когда человек вытаскивает из почвы все. И там почти ничего не остается. Вот только тогда. А теперь особое внимание. Чистые какао-бобы и шоколад из них даже снижают уровень инсулина. И уменьшают тем самым инсулинорезистентность. Снижают метаболический синдром вслед за этим. За счет чего? А за счет снижения уровня сахара в крови. Они повышают физическую работоспособность. Так как прием какао способствует улучшению усвоения кислорода. А за счет этого лучше работают митохондрии и появляется больше энергии. Какао и шоколад из него улучшают кровообращение в коже. Из-за оксида азота. Они увлажняют кожу. И для кожи очень полезны. А еще наблюдение за беременными показало. У тех, кто ест какао-бобы и шоколад из него, рождаются более здоровые и крепкие дети. Речь идет про темный шоколад без сахара. Или чистое какао. Итак, дорогие друзья, подведем итоги. Самое полезное в шоколаде это какао-бобы, чистое какао. Кто хочет приобретать чистое какао, причем органическое, без химии, без термообработки, при котором образуются канцерогены, пожалуйста, ссылку на такое какао уже в порошке удобно. Можно развести, выпить, можно самим какой-то шоколад сделать, добавить куда-то, скажем, там, неважно, в другую еду. Вы можете приобрести, перейдя по ссылке под этим видео. Напомню, что мы отправляем ваши заказы, наши товары в любые города России, страны мира. У нас около тысячи наименований органических, биопродуктов и других товаров для здоровья. Шоколады у нас очень много видов. Шоколад почти весь, ну, кроме чистого, он содержит то или иное количество сахара. Но мы не используем, конечно, синтетически вредный, абсолютно вредный сахар. Мы используем виноградный сироп, сироп топинамбура, который дегидрируем до порошкообразного состояния, чтобы в меланжорах всё это перемешать и потом уже вылить при низких температурах до 45-50 градусов, соответственно, плитки. Ну, или драже. Так вот, любые сахара вредны. Об этом я в сотнях своих видео пояснял досконально. И поэтому делайте правильно свой выбор. Может быть, лучше не есть шоколад вообще. Но есть люди, которые не могут без сладкого. Хотят и будут. Главное, будут. И ещё более важно, что детей своих пичкают, внуков. Так тогда я скажу, лучше уж пичкайте. Да, более дорогим, но качественным. Менее вредным нашим шоколадам, чем химии разной поганой, где просто чистый сахар, который вреда принесёт по причине сахара, химии, консервантов и разной гадости прочей, гораздо больше, чем наш шоколад, который вреден в этом смысле только лишь одним. Это натуральным хоть, но всё же сахаром. Ну, а конкретно фруктозой или глюкозой, которые содержатся в натуральном виноградном, там или сиропе топинамбура, или сиропе агавы, или других сиропах, кокосовом, например, сахаре. Тем не менее, честно, прямо открыто. Это огромный минус. Но в остальном наш шоколад, это вот те самые плюсы, о которых я вам только что рассказал. Но если вы абсолютный такой перфекционист и разумный человек, и ещё человек, имеющий силу воли, но желающий получить полезные свойства от какао, бобов и шоколада, то ешьте тогда наш органический тёмный шоколад, немного ешьте, и ешьте какао-порошок, ну, который вы можете, как я уже сказал, добавлять куда-то. Вот та информация важнейшая, которую я надеюсь до вас в полной мере донёс. Я очень надеюсь, что эта информация вам поможет сделать правильный выбор в жизни. И вы, пожалуйста, поставьте пальчик вверх этому видео, напишите свой комментарий, ведь они продвигают ролики в Ютубе, а это для меня очень важно. Ну и, конечно, поделитесь ссылкой, как я в начале видео говорил, на это важное видео со своими друзьями, близкими, теми, кто вам дорог и небезразличен. Приобрести всё то, о чём я говорил, посмотреть те видео, которые очень важны, я вам советовал, вы можете, перейдя под этим видео, по ссылкам. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто ещё не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомления о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео, это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас, мне, за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч!